В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Более 120 будущих первоклассников получили в подарок рюкзаки с канцелярскими принадлежностями. Была удивлена, когда позвонили с администрации. Да, конечно, приятно. 60 лет – одна из крупнейших предприятий округа – завода гипсобетон. Хороший коллектив, ответственное руководство. Мне нравится работать на гипсобетон. В историко-культурном центре прошел урок мужества. Впервые такая ситуация, когда литературный герой становится живым человеком. И человеком необыкновенным. В Подмосковье стартовала социальная акция, в коде которой будущие первоклассники получат к началу учебного года рюкзаки со всеми необходимыми школьными принадлежностями. В Ленинском округе программа охватила более 120 детей из семей с низкими доходами. Подробнее в репортаже Максима Козлова. У меня есть очень радостное и очень ответственное поручение от нашего губернатора, от Андрея Юрьевича, соответственно, молодому ученику через несколько дней буквально вручить вот такой вот подарок. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский нашел окно в своем плотном графике, чтобы лично вручить школьный рюкзак будущей первокласснице Валерии Лопушанской. Ирина Лопушанская одна воспитывает двух дочек и для нее губернаторская программа помощи в подготовке к школе – хорошее подспорье. Всего же в округе 120 детей получат подарок к 1 сентября. В рамках подготовки к 1 сентября семьям с малым доходом, былоимущим, вот такие подарки вручаются. Как мы видим, это большое подспорье в семье, потому что все-таки как-то стоит определенных денег, а когда много детей, каждая копейка дорогая, и вот люди как бы довольны. В семье Куликовых трое дочек старшая Полина в этом году тоже идет в первый класс. Депутат Мария Гаевская и руководитель территориального отдела «Видная центральная» Светлана Степина пришли к Полине в гости, чтобы также вручить подарки и поздравительную открытку от губернатора Подмосковья. Учись, старайся, побеждай. Желаю успехов и хорошего настроения. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Держи. Такая красивая попытка тебе на память, что тебя поздравил губернатор с предстоящим 1 сентября. С 2021 года в Московской области будущие первоклассники из семей с низким доходом получают в подарок самый главный атрибут ученика. В рюкзаке все, что может понадобиться – тетрадки, ручки и карандаши, пенал и пластилин. Не ожидала, я даже не знала про это. Была удивлена, когда позвонили с администрации. Да, конечно, приятно. И помощь, конечно. Потому что мы смотрели цены, как бы тоже с тремя. Все это ощутимо. Как уверенно себя чувствуешь перед школой? На какие оценки будешь учиться? На какие оценки? На петелки. То есть уже прям решено? Угу. Всего в Московской области более трех тысяч детей получат подарок к началу учебного года. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Сотрудники завода гипсобетон отметили 60-летие предприятия. Праздничное мероприятие прошло во Дворце культуры города Видное. Лучшие работники получили грамоты и благодарственные письма. О том, чем живет завод сегодня, расскажет Юлия Погасьян. История системообразующего предприятия началась в 1962-м, когда в Видном был введен в эксплуатацию Московский гипсовый завод. На год позже его преобразовали в комбинат гипсовых и железобетонных изделий «Гипсобетон». Это и стало началом долгого и успешного пути завода, который сегодня занимает лидирующие позиции на рынке строительства. Наши предприятия в Ленинском районе достаточно крупные и имеют свою специфику по производству не только в районе, но и в области. Она занимает немаленькую долю в промышленности района. В этом году гипсобетон отмечает 60-летие. Праздничное мероприятие по случаю Дня образования провели во Дворце культуры города Видное, где собрались все сотрудники завода, которые в эти часы не задействованы в работе, ведь производство это непрерывное. Поздравил заводчан с юбилеем первый заместитель главы Ленинского городского округа Альберт Гравин. Сегодня около 200 человек трудятся на предприятии. Они обеспечены достаточно высокой заработной платой, которая свыше 80 тысяч рублей. Из них порядка 70 человек, что очень важно для нас, это жители нашего города Видное и Ленинского городского округа. Я хотел бы поблагодарить ваше руководство и вас непосредственно за последние годы очень активное участие в жизнедеятельности нашего муниципалитета. Лучших сотрудников наградили грамотами и благодарственными письмами. Работники гипсобетона признаются, предприятие для многих стало вторым домом. Трудиться здесь большая честь. Хороший коллектив, ответственность руководства. Мне нравится работать на гипсобетоне. Я желаю им дальнейшего процветания. Приятно, что руководство уделяет внимание на мою деятельность, на работе. Стараться продолжать усовершенствовать работу завода, что в моих силах и руководства. Концертная программа продолжилась выступлениями артистов. Праздничное настроение создавали песены и танцевальные коллективы. В августе начинается сезон арбузов. О том, чем полезны бахчевые, мы сегодня поговорим с заведующей амбулаторией поселка Развилка. Врачом-терапевтом Айслу Каримовой. Айслу Рашидовна, добрый день. Добрый день. Чем же так полезен арбуз? Арбуз – прекрасная ягода, состоящая на 90% из воды, клетчатки. В арбузе есть большое количество витаминов, витаминов группы В, витамин С, витамин А. И в арбузе есть такое вещество, как кобальт называется, которое запускает наш обмен веществ. И плюс они утоляют жажду. Скажите, никаких противопоказаний, кто и дети, и взрослые могут его есть или все-таки есть? Нет, противопоказаний все-таки есть для приема арбузов. Во-первых, большинство людей пытается есть сразу огромное количество арбузов, съесть на голодный желудок. Это нельзя делать. Желательно кушать где-то минут через 30-40, как десерт после основного приема пищи. Есть люди, у которых есть коралловидные камни, которые, когда дают водную нагрузку, а арбуз – это водная нагрузка, то эти камни могут пойти. Нежелательно кушать большое количество арбузов беременным женщинам в последние сроки. Есть такая арбузная диета, то есть монодиета. Как вы, ваше отношение к такому? Вы знаете, это, наверное, не диета. Есть разгрузочные дни. Но, опять-таки, это не всем показано. Прежде чем заниматься разгрузкой своего организма путем приема арбуза, только одного арбуза в течение дня, это нужно обязательно проконсультироваться со специалистом. Есть люди, у которых обмен веществ замедлен. При помощи арбуза, там есть кобальт, который является обязательным компонентом обмена веществ. Можно даже запустить его. Но, опять-таки, здесь нужно обязательно проконсультироваться с докторами для решения своего этого вопроса. Помимо этих многочисленных полезных свойств, есть и тема, скажем так, нитратов. Очень часто в арбузах превышены нитраты. Как человеку распознать отравление арбузом? Вы знаете, тут, наверное, есть такое поверье у людей. Поел арбуза, он отравился из-за того, что там повышенное количество нитратов. Конечно, когда растят арбузы, обязательно используют нитраты. Особенно в промышленном большом масштабе. Но если же арбуз созревает на своей веточке, с которой он вырос, вот эти вещества, нитраты, они уходят. И не надо кушать у арбуза корочку и белесую часть. Но арбузы желательно есть только в СИЗО. Айслу Рашидна, спасибо за интересную беседу. А я напомню, что у нас в гостях была заведующая амбулаторией поселка Развилка, врач-терапевт Айслу Каримова. В историко-культурном центре прошел урок мужества. Тема для диалога с детьми была продиктована история жизни и подвига нашего земляка Сергея Шкуратова. Какие впечатления на ребят произвело мероприятие, узнаем в следующем сюжете. Стрелок-санитар добровольческого отряда имени святого благоверного князя Александра Невского с позывным «Серафим» Сергей Шкуратов в настоящее время проходит курс реабилитации в госпитале. Во время очередной схватки с противником герой потерял руку. Маленькое сердечко, которое вышло от дочи и прислало отцу, помогло ему собраться силами и дождаться помощи. Я подарила ему сердечко, сама шила, оно спасло ему жизнь. Он для меня больше, чем папа, больше, чем все, часть меня. Как то, что всегда рядом, как то, что всегда переживает, сочувствует. На встречу со сверстниками из детского летнего лагеря «Бригантина» София пришла вместе с семилетним братом Ярославом. На экране сменялись кадры, повествующие об исторических вехах и подвигах людей. Среди них такой родной образ отца, которым дети гордятся. Прихожанин православной церкви нашего муниципалитета стал для всех примером того, как с верой в Бога можно идти к целям и побеждать. Образ Шкуратова вдохновил еще одного нашего земляка, поэта Андрея Коршунова на создание поэтического произведения «Сережка». Об этом Андрей Коршунов делился с гостями встречи с экрана, поскольку в 2022 году поэта не стало. Впервые такая ситуация, когда литературный герой становится живым человеком. И человеком необыкновенным. Он меня удивил своим спокойствием, своим миролюбием, своим таким необыкновенным взглядом на жизнь. Победу делают люди, самые обыкновенные, вот такие, как герой нашего стихотворения «Сережка». Полны впечатлений и сами ребята. Я узнал о стихах, какие они бывают красивые. Узнал о писателе. Мне очень понравилось. И подобных примеров немало. Каждый из них для сегодняшних ребят – живой урок о том, как становятся настоящими патриотами. Екатерина Коваленко, Тамара Абидова, Галина Житкова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!